Главная цель Манчестер Юнайтед на лето Силва из Бенфики. Отступные 20-летнего защитника сборной Португалии 100 миллионов евро. Марк Андре Терштеген пропустит матч с Порту в Лиге Чемпионов. Вратаря Барса еще беспокоят боли в спине. Поединок группового этапа Лиги Чемпионов против Порту может стать последним для Хави Эрнандеса на посту рулевого Барселоны. Известные немецкие игроки Марко Ройс и Мас Хумельс, выступающие за Дортмундскую Баруси, могут отправиться в чемпионат Саудовской Аравии. Бразильский полузащитник Дуглас Луис, права на которого принадлежат бирмингемской Астонвиле, попал в сферу интересов Манчестер-Сити. Нападающий Челси Армандо Брой заинтересовал Фулхэм. 22-летний футболист редко получает игровую практику в команде Маурисио Почеттино. В Миланском Интере не беспокоится по поводу нового контракта Лаутара Мартинеса. Считается, что 26-летний футболист готов остаться в клубе на долгие годы. Правый защитник мадридского атлетика Науэль Молина близок к подписанию нового контракта с клубом. Стороны почти достигли договоренности по словам нового соглашения. Миланский Интер планирует переманить в свои ряды полузащитника Наполи Петра Зелински. 29-летний футболист по-прежнему не продлил контракт с Наполи. Нападающий Наполи Виктор Осимон вряд ли сменит команду по ходу сезона. Даже щедрое предложение от Челси вряд ли заставит руководство итальянского клуба продать игрока. Бавария пополнила список претендентов на центрального защитника Минфики Жуауа Невыша. За 19-летним футболистом давно следят Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и другие английские гранды. А также Мадридский Реал. По данным источникам, Антонио Конто станет преемником Массимиляно Аллегри в Йовентусе. Специалист уже договорился с туринцами, он должен заменить Аллегри с начала сезона 24-25. Предполагается, что Леон избавится от звездных футболистов. Первые кандидаты на уход Талисо и Ля Казет. Новый кандидат в Барселону – Хиаго Алькантара. Каталонцы рассчитывают, что травматичный футболист окажется не нужен Ливерполе. Ювентус в январе поставил цель по трансферу центрального полузащитника. Ключевые кандидаты – Томас Парти, Филлипс и Хьюйберг. Переход Томаса Мюллера в Манчестер Юнайтед вероятен летом следующего года. По данным немецкого источника, футболист чувствует в себе силы играть в английской премьер-лиге. Вингер Реал Соседада Текефуса Кубо попал в сферу интересов Манчестер Сити. Главный тренер Сити Хосеф Гвардиола впечатлен прогрессом Кубо. Тренерский штаб Челси не определился с планами на опытнейшего защитника Тьяго Силво. Сам Силво хотел бы задержаться на Стэмфор Бридж еще на один сезон. Милан продолжает претендовать на нападающего Лиле Джонатана Дэвида. Рассанери собирается оформить трансфер форварда Догов в следующем летом. Наставник Реала Карло Анчелоти настаивает на том, чтобы Бланкос выкупили контракт вратаря Кепе Арисабалаге. Анчелоти очень доволен уровнем игры футболиста. По данным сайту Кальчо Меркату, Челси готов сделать ставку на подписание нападающего Наполе Хвичи Кварасхелии следующим летом. В прошлом сезоне Грузин забил 12 голов и сделал 13 результативных передач, что помогло неополитанцам выиграть серию А впервые с 1990 года. Он стал одним из самых перспективных игроков в Европе. За игроком сборной Грузии следят все ведущие клубы, включая Манчестер Сити и Мадрид Скориал. Но именно Челси, который находится в режиме перестройки, намерен предложить Наполе 200 миллионов евро, чтобы подписать Кварасхелию и центрального нападающего Виктора Осимона. ПСЖ и другие топ-клубы интересуются 18-летним защитником Лиле Лени Юро. По информации журналиста Санти Аоне, парижане намерены предпринять активные действия, чтобы опередить конкурентов в борьбе за Юро. В частности, это Мадридский Реал, Бавария и ряд топ-клубов английской премьер-лиги. Лиль, в свою очередь, заинтересован в продлении контракта с игроком, действующее соглашение которого истекает летом 2025-го. Также сообщается, что ПСЖ рассматривает различные варианты усиления полузащиты. В частности, клубы интересны Кефрен Тюрам из Ниццы и Юсуфу Фона из Монако. В текущем сезоне Лиги 1 на счету Юро два гола в 12 матчах за Лиль. Венисиус Джуниор выиграл золотую самбу по итогам 2023-го. Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами Бразилии. До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021 года на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами Родины. Вингер Реала и сборная Бразилии выиграл этот приз впервые в карьере. Второе место в голосовании занял Неймар, до этого становившийся обладателем приза три раза. На третьем месте расположился капитан ПСЖ Маркиньос. Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер привлек внимание Манчестер Юнайтед. Как утверждает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плетенберг, 27-летний немец в ходе список Манкуниуанцев на зимний трансферный период. Пока переговоров нет, как и предложения о трансфере. Однако Манчестер Юнайтед уже запросил информацию об игроке. Вернер недоволен своим положением в Лейпциге, но на данном этапе склоняется к тому, чтобы остаться в клубе как минимум до лета. В этом сезоне в Бундеслиге игрок провел лишь 8 матчей, играя в среднем по 25 минут и забил 2 гола. Полузащитник Баварии Йозуа Кимих может оказаться в Барселоне. По информации АЭС, каталонский клуб хочет усилить полузащиту следующим летом. Для этого Блоуграна планируют встретиться с несколькими агентами в Германии, чтобы изучить, кто из игроков Бундеслиги может усилить клуб. При этом приоритетной целью для Барса и ее тренера Хави является Кимих. Хави уже несколько раз общался с немцем и он готов перейти в Барселону. Однако, если трансфер Кимиха будет невозможен, каталонцы изучат другие варианты в Бундеслиге. Челси намерен подписать 2-3 новичков зимой, но продаст столько же игроков. По информации ZL, игра в синие хотят усилить состав, но намерены продать столько же игроков, сколько купят. Так планируют сделать для того, чтобы не допускать повторения ситуации прошлого сезона, когда при тренере Грэмми Поттера в команде числился 31 человек. Из-за этого некоторым игрокам приходилось переодеваться в коридорах и сидеть на полу, потому что раздевалки на базе клуба были недостаточно большими. Ожидается, что будут проданы Трево Чаллоба и Малан Гассар. Клуб готов выслушать предложения по Иану Матсону. В случае покупок Армандо Брой и Нони Мадуэки могут задуматься о будущем в команде. Кроме того, нет ясности с будущим Конора Галлахера, но Маурисио Почеттино против продажи хавбека. Приоритетом Челси остается трансфер центрального нападающего среди целей Виктор Осимон из Наполи и Айуэн Туани из Брэнфорда. Также возможно усиление защиты. Реал хочет продлить контракт с Карло Анчелотти еще на два года. По информации Релева, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом, поскольку руководство Реала довольно выступлением команды на старте сезона. Кроме того, в клубе довольны прогрессом под руководством Анчелотти молодых игроков, в частности Венисиуса Джуньоро, Родриго, Эдуарду Камавинго и Федерико Вальверде, на которых планируется сделать ставку в долгосрочной перспективе. В Реале уверены, что тренер согласится продлить контракт, несмотря на интересы стороны сборной Бразилии. На встрече с руководством по окончании предыдущего сезона Анчелотти заявил, что Реал является его приоритетом и он готов ждать предложения о новом контракте. Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества. Центральный защитник Барселоны Рональд Арауха стал трансферной целью Баварии. Информация об интересе мюнхенского гранта Куругвайсу появилась в СМИ несколькими днями ранее. Как сообщает Sports, Бавария действительно претендует на 24-летнего лидера обороны Синегранатовых. Эти сведения уже подтвердило окружение игрока. По данным источникам, футболист также интересен представителям английской премьер-лиги. Контракт Рональда Арауха с Барселоны рассчитан до середины 2026-го, а стоимость центрбэка, согласно оценке экспертов портала Transfer Mart, составляет 70 миллионов евро. Полузащитник Реал Соседада Мартин Субименди стал приоритетной трансферной целью Барселоны. Как давно известно, каталонский клуб намерен усилить позицию опорного хавбэка. Лидер Реал Соседада мог пополнить ряды синегранатовых еще минувшим летом. Однако у Барселоны не нашлось средств на дорогостоящий трансфер. По данным журналиста Хави Мигеля, действующие чемпионы Испании вновь попробуют приобрести Субименди после завершения текущего сезона. 24-летний футболист обозначен Барселоной в качестве приоритетной опции на роль шестого номера. Эксперты Transfer Mart оценивают стоимость Мартина Субименди в 40 миллионов евро. Действующий контракт игрока рассчитан до 2027-го. Полузащитник Байера Флориан Вирс заинтересован в переходе в Баварию. Мюнкенский клуб считается одним из главных претендентов на 20-летнюю восходящую звезду. По сведениям журналиста Флориана Плетенберга, сам Вирс считает Баварию привлекательным вариантом продолжения карьеры. Проблемой для действующих чемпионов Германии может стать ценник футболиста. Байер намерен выручить от продажи своего лидера до 137 миллионов евро в 2024 или 2025 году. Отмечается также, что возможный переход Флориана Вирса в Баварию будет зависеть от Джамала Мусялы, чьё будущее в клубе остаётся под вопросом.